Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет украшение комнаты в Новый Год. На самом деле, это было одно из вообще и есть сложных видео, которые сейчас я для вас снимаю, так как у меня где-то спит маленький, где-то куча вещей, что-то это, в общем, это нужно всё, представляете, убрать, прибрать, так, чтобы было видео снимабельно для вас. В общем, я постаралась, и вообще мы сделаем всё по частям, потому что я не могу вот так всем скопом показать квартиру, это очень сложно, но я украсила очень красиво, и у меня приходили идеи прям непосредственно перед самым видео, думаю, ого, вот так сделала, вот так сделала. Сейчас я зажгу свечи вместе с вами. И, кстати, это видео снова необычное, потому что я снимаю его не одна, а с Бьюти Ксю, которую вы наверняка все знаете. Это наше уже не первое видео с ней. Первое видео у нас было про тинт совместное, и с её лёгкой руки, с её совета, который она мне посоветовала, давай вот снимем про тинт вместе. Это видео выстрелило. С тех времён начали расти мои подписчики, и с тех времён моя жизнь на Ютубе изменилась, так я вам скажу, ну вот прям кардинально. И хочу ей сказать огромное спасибо, и не устану это говорить. И вот на Новый год мы решили вместе снять видео, украсить свою квартиру, и показать вам, может быть, какие-то идеи вы найдёте. И вообще у неё, кстати, на канале очень интересно. Она тоже всё о красоте у неё, она тоже блондиночка, как я, это для тех, кто не знает её. И у неё на канале всё-всё полезно и натурально. То есть, как делать масочки из натуральных всяких средств подручных, то есть омоложение, здоровье, увлажнение. Это для лица, для волос, для тела, для жизни. В общем, много всего интересного, и также она есть и в Инстаграме. В Инстаграме, так она вообще под Новый год столько много идей для вас приготовила, так что вообще проходите, посмотрите, подписывайтесь, потому что, ну реально, то есть благодаря ей очень много всего интересного можно узнать. Она молодец. Так что, и я очень хочу посмотреть, как она украсила свою квартиру. Они вроде купили ёлку большую, и вот мне прям интересно. Так что, если вам тоже интересно, проходите по ссылочке внизу, я оставлю на неё ссылочку, и посмотрите, что она приготовила нам. Я вот обязательно посмотрю. Ну а мы с вами приступим, и я покажу, как я украсила свою квартиру. Этим удобная вот такая вот зажигалочка из фикс прайса, зажигать свечи. Смотрите, как красиво всё. Начнём мы с вами с комнаты. Значит, в комнате это вот мой комод, который я так вот красиво украсила, и я вам показывала это вот в обзоре на всё, да, и украсила детскую кроватку. Тоже по кругу сделала такие вот синие огоньки. В детской синий очень хорошо, так как у меня здесь синие одежды. Ну, в синей смысле. Синее покрывало, синее, вот всё синее. И синий так отсвечиваешь, что становится очень красиво. Поэтому я решила сделать синюю. А вообще, я делала на кухне её до этого, и смотрелось, знаете, не очень хорошо, как в этих... Как, короче, в кафешках придорожных. А вот это белое мне очень нравится. На этом фоне я вам снимаю постоянно, поэтому хочется, чтобы здесь было красиво. Естественно, как я сейчас украсила, это скорее прям непосредственно перед Новым годом. Я немножко приберу, чтобы было удобно отодвигать. Я до этого украшала, и было неудобно мне отодвигать комод. Я, в общем, всё всё время переставляю. Свечи — это вообще неотъемлемый атрибут, мне кажется. И вот это мне очень нравится, как смотрится, не распаковывая вообще. Ну, я, конечно же, распакую. Хотя эти нет, пока не буду распаковывать. У меня же нет ёлочки, как вы видите, да? Ёлочка — это у меня будет. Я хочу сделать апгрейд. Сегодня мы будем, наверное, с вами это делать. Сейчас посмотрим, как пойдёт видео. Ещё я украсила окно. И с вами ещё сейчас тоже идею одну для украшения окна мы сделаем вместе. Пройдёмте к окну. Здесь немножко неудобно снимать. Но я сейчас хочу вам показать просто ещё идею. Помимо того, что я из фикс-прайса, видите, прикрепилась. Сейчас, правда, вечер на улице. Сейчас у нас без 15.7 вечера. Поэтому уже так сильно. Ну, здесь у меня наклейки синие с фикс-прайса. И вот такие вот снеговики ещё. Ещё я хочу сделать белые снежинки. Для этого нам понадобится вот такой трафаретик из снежинок, который я купила в Ашане. Стоит около 100 рублей, по-моему. Потому что в фикс-прайсе не нашла. И вот такой вот снежок из фикс-прайса. Итак, попробуем сделать снежинки. Трафарет этот не бумажный. Он клеёнчатый. Так что его можно будет сполоснуть и ещё надолго-долго оставить. Блин, это трэш. Вот я отвернулась, пожалуйста. А у меня, кажется, памятник на телефоне закончился. И всё я сделала. И главное, на самом интересном месте. Да, только я держу. Даже не пшикнула ни разу. В общем, вот что получилось. И что я могу сказать. У меня вся вот эта вот штучка, она в снегу. Вы знаете ещё что? Этот снег немного как будто холодит иногда. В общем, нужно взболтать как следует нам наш баллончик. Наносить расстояние где-то 20 сантиметров. И не бойтесь, что вы не попадёте прямо на конкретно одну. Видите, как красиво получается то, что вот я целилась, например, на одну. А оно захватило соседние. Просто не нужно прям, ну, чтобы квадратом, да, получалось. Если где-то квадратиком получилось, то можно потереть, например, да, вот тут вот. Сделать такой вот эффект, типа кто-то рисовал на стекле. И мне кажется, очень красиво вот так заснежено. Как будто настоящие снежинки. Вот что у нас будет на окне. Так что, если вам это интересно, можете сделать похожее. Или можно сделать даже снежинку из бумаги. Я думаю, в интернете много всего такого есть. Снежинку из бумаги положили. И тоже вот так вот пшикнули. И пусть оно будет и по бокам тоже. Видите, попадало у меня. И всё равно получается красиво. Так, теперь я покажу вам свою ёлку. Также у меня сзади на моей стене вот такая вот ёлочка, которую я сделала настенная ёлочка. Они подробно, это DIY, который уже я снимала. Я под видео также на него оставлю ссылочку. Я делала эту ёлочку и ёлочку на кухне. Вы можете пройти и посмотреть отдельное видео об этой ёлочке. В общем, вот такая красота. Так как у меня ёлочка маленькая, искусственная, а я хочу много ёлок, в общем, я сделала эти ёлки на стене. Вот и украсила вот так вот их. Мне очень нравится. Также из фикс прайса вот такие наклеечки. Я наклеила на этот столик. Они, видите, вот светятся. Но здесь вам, наверное, не видно. И это, и это. Здесь такие кнопочки сзади. Ну и симпатично смотрятся вот новогодние. Здесь написано с Новым годом. Здесь вот такой вот дедушка. И ёлочки вот эти вот я украсила вот здесь. Вот они. Они красивые. Я их расправила. Очень красивые, симпатичные. Я их поставила вот возле телевизора. Так что мы смотрим на новогоднюю атмосферу. Ну, в комнате всё. Давайте пойдём на кухню. На двери у меня вот такой вот снеговик из фикс прайса. Он встречает всех моих гостей. Такой классный. Дед Мороз! Ну и вот такая вот у меня ёлочка на кухне здесь. Сделала я своими руками. И это тоже я оставлю ссылку внизу. Также я в фикс прайсе купила вот этот вот интересный такую скатерть вот такую. И вы знаете, мои гости уже её оценили. Это мы здесь красимся. Тут я подругу высветляю. Всё тут подряд у нас идёт. И вот это вот. Во блоге вы видели. Мне кружечку подарили. В Меге. Выиграла в конкурсе. Ну, а вот наша ёлочка, которую я хочу сделать белой. Вот смотрите. Это я попробовала белое сделать. Вот это у нас белое от снега, которое я купила в фикс прайс. Можно было бы сделать так, но она осыпается от снега. Видите? И я не хочу, чтобы был снег здесь, чтобы всё сыпалось. В общем, и потом её выкинуть. Никак не хранить. А вот этот моментик я покрасила вот такой обычной краской, которую купила за 150 рублей. Акриловая белая краска. Быстро сохнущая. Купила я её в Леруа Мерлен. И также я смогу тогда потом эту ёлочку сохранить. Может быть, если мне понравится. Красить я её не буду при вас, потому что я буду красить её в тяжёлых условиях. Может быть, выйду во двор. И то выйду завтра. Потому что сейчас вечер. Я поздно не выхожу. И потом вам покажу просто результат. Что получилось. В общем, мои хорошие, покрасила я эту ёлочку. Вот мои руки. А которые не отмываются. Я вам скажу, что это жесть, как она пахнет. Я, естественно, это делала не дома. Я дома просто пшикнула один раз, чтобы посмотреть, да. И жесть, такой запах. Я открыла двери. Там на улице всё это попшикало. Её быстренько вот так со всех сторон. Получился эффект снега. Первый слой. Не знаю, даже красить второй или нет. В общем, я сейчас её поставила. Так она в доме даже сохнуть не должна. А на улице её сразу коты раздерванят. В общем, я её там засунула в корточку. Закрыла двери. Вонище страшное. Хорошо, я закрыла дверь в комнату. Потому что в комнате здесь вообще ничего нет. Но на кухне запах отвратительный. И я, наверное, её вам в этот раз не покажу. А я её выставлю в инстаграм. Украшу уже. Так что подписывайтесь на мой инстаграм. Все ссылки под видео. На инстаграм тоже. И покажу вам тогда фотографию, что я там сделала с этой ёлочкой. Как украсила. И что получилось, покрасив её в белый. В белый цвет акриловой краской. Всё, мои хорошие. Если вам понравилось украшение моей квартиры, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, кто ещё не подписан. И инстаграм. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. А вот мой хороший бонус для тех, кто смотрел моё видео до конца. Вот она, наша ёлочка. Вот так я её решила украсить. Просто без ничего. Просто вот этими бусами из фикс-прайса. И под низом бусы из фикс-прайса. Мне очень нравится. Ну, я в инстаграм всё равно выложу. Для тех, кто не смотрит видео до конца. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok